Также из основы сунны вера, могильные муки, что эта ума будет испытана в могиле в могиле. И будет спросить о имане, и будет спросить о имане, и о исламе, также о исламе. И о исламе, и о исламе, и о исламе, и о исламе. И также из основы сунны верить все это, утверждать это все. И о исламе, и о исламе, и о исламе, и о исламе. Человек от наказания получает боль, а от блаженства получает удовольствие в могиле. Наказание, могильные муки и блаженства достоверно пришли множество хадисов. И эти хадисы доходят до мутаватира. То есть, которым нет сомнения, не только у ахли сунны, но и не должно быть сомнения даже у ахли беда. Хадисы от Аиши, ради Аллаху Анха, передаются. Кал Расул Аллах, салаллаху алейу салям. Расул Аллах, салаллаху алейу салям, сказал. «Инн Аллах ауха алейя, аннакум туфтануна фи кубурикум». «Аллах внушил мне, не спасло откровение, что вы будете испытаны в ваших могилах». Хадис передал Бухари и Муслим. Также довод на могилные муки и на Барзах. Это хадис от Барра ибн Азиба, ради Аллаху Анху, отнесительный, то есть, слова Барра ибн Азиба, отнесительный, слово Аллаха, «Азза وجелла, «Юثбит Аллаху الذين آманوا в этом мире и в Ахире». Аллах укрепляет тех, которые уверовали твёрдым словом в этом мире и в Ахире. Кала Барра ибн Азиб, ради Аллаху Анху, говорит, «Назалат фи азаби лкабри». Аят этот был неспослан относительно могилных мук. То есть, Аллах укрепляет верующего человека, поддерживает его твёрдым словом, «Шахады» «Ла Иллахе Илла Аллах» в этом мире и в Ахире. Абхире Иллах, ради Аллаху Анху, ан Расулы Аллахи, салаллаху алейхи вассалям, Кала Атадруна фи маунзилат посланник Аллаху салаллаху алейхи вассалям, задал вопрос, «Знаете ли вы, по какому поводу был неспослан этот аят?» «Тот, кто отвернулся от нашего уешивания или от Кур'ана, то его ждёт тяжкая жизнь». Тот, кто отвернулся от нашего уешивания, послан этот аят? «Атадруна ма данг» «И знаете, что такое от данг?» То есть, вот это слово, которое использовано в этом аяте. «Калу Аллаху и Расулу альхи вассалям, они сказали, что Аллах и его посланник знает лучше». «Кала азаб кафиры фи кабри хи» «Это наказание, мучение кафира его могилы». «Во ладхи нафси би ладхи ». «Калу азаб калу и салям «Тем фчер кин ах душе инна ладхи салят алейхи тис у тис у тис у тани на наниво ашлюк девяносто дэвид тани то есть, посланник Аллах салям использовав слово тани «Атат руна мат тани Знаете ли вы, что такое тани тис ун ва тис уна хайя это девяносто девять змей леколи леколи хайя тин сабхат арус и у каждой зме пасем голову янфухуна джисмаху они будут надвот его тело леколи 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 И у него церапия И до дня дня В саду Хадис Хасан Каакшетай Рахмал Таакшет И саду Аллаху Лов Ла Алла Тадафану Ладо Аллаху 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 Если бы вы не начали хоронить друг друга, то я попросил бы Аллаха, чтобы он дал вам услышать из могильных мук то, что я слышал. То есть, Басанник Аллаха, салаллаху алейкум, боялся за умму, что они от страха будут хоронить друг друга. То есть, не будут хоронить друг друга. Их наказывают не из-за больших грехов. Один из них распространял сплетни. Второй не очищался от мочи. Слово, то есть, их не наказывают из-за больших грехов. Некоторые, наоборот, сказали, что их наказывают из-за больших грехов. Аллаху алейкум. А потом, посланник Аллаха, салаллаху алейкум, то есть, свежую ветку. А потом сказал, ла'аллаху алейкум, то есть, поставил ответку на каждую могилу. А потом, посланник Аллаху алейкум. Что души верующих будут в зову зеленых птиц. Они будут летать по раю, то есть, будут гулять, где хотят, по раю. И будут возвращаться в клетки, которые висят под аршем. И другие доводы. То есть, есть много других доводов, указывающих на наказание и на блаженство могилы. Продолжение следует.